Далее я снова посмотрел в Устную Тору и здесь написано то, что не написано в письменной. Там добавляется все время очень какие-то конкретные детали. Вот что здесь написано. В ту ночь Якову в пророческом сне явился Творец, чтобы поддержать его. Во сне Яков увидел лестницу, поднимающуюся до самого неба. В ангеле, который поднимался по ней, он узнал ангела-хранителя Вавилонского царства. Ангел поднялся по лестнице на 70 ступеней, и Яков понял, что его потомкам придется 70 лет находиться в Вавилонском изгнании. Добравшись до 70 ступени, ангел упал. И это было знаком того, что через 70 лет явлея вернутся из Вавилонского изгнания. Затем Яков увидел, что по лестнице поднимается ангел-хранитель Мидии. Через 52 ступеньки он тоже упал, и стало ясно, что медийское изгнание продлится 52 года. Третьим был ангел-хранитель Греции. Он поднялся до 120 ступени, а затем рухнул вниз. Таков в будущем будет срок греческого изгнания. Наконец перед Яковом предстал ангел Эдома, народа среди которого и проходит изгнание нынешних поколений. Он поднимался и поднимался. И казалось, его подъема не будет конца. Яков охватил страх, ибо он так и не увидел падения этого ангела. Неужели четвертому изгнанию не будет конца, спросил он Творца. Даже если этот ангел поднимается по лестнице до самых звезд, я сам сброшу его вниз. Когда придет время, ответил Творец. То есть он увидел такой пророческий сон, что произойдет со всеми поколениями. Все эти состояния изгнаний, что это такое? Изгнание – это необходимое состояние, когда человек ощущает себя выброшенным из постижения, ощущения Творца, ощущения высшего мира, ощущения цели, важности ее. То есть он падает практически до уровня животного, до уровня или просто человека нашего мира, который заботится только о своем физическом, естественном состоянии. Это необходимое состояние для человека? Ну, оно необходимое, но оно же очень ограничено. Оно ограничено нашими семидесяти годами, в течение которых мы стремимся просто поставить каждый раз себя в каждое мгновение в более комфортное состояние. И больше ничего. Кончается состояние, организм умирает, все. Оно же на этом всем кончается. Что за четыре изгнания такие? Четыре изгнания – это… Человеки. В человеке – это четыре состояния отторжения из духовного, которые он должен пройти. И, конечно, самое страшное изгнание – это последнее, вот, в котором мы находимся. Поэтому как бы не от конца. Но оно, нет, но оно имеет свой конец, вот оно уже закончилось, даже не сегодня, а уже несколько лет назад, можно сказать, несколько даже сот лет назад, оно уже закончилось во времена Арии, то есть где-то в 16 веке. И с тех пор мы уже находимся в возвышении из этого изгнания, в приближении к освобождению. А почему тебе сказано «это я скажу, когда придет время», потому что он как бы, сам Яков не видел его конца. Потому что все предыдущие изгнания, они были на уровне неживой, растительной или животной. И они поэтому могли быть спрогнозированы и четко определены. А вот этот человеческий уровень изгнания, последний который, во-первых, он по своей мощи самый большой, по своей глубине, по своей оторванности от духовного, он абсолютно оторван. То есть люди, которые были в постижении духовного 2000 лет назад, те души, упали, и сегодня они находятся в разных людях, которые понятия не имеют вообще о том, что есть такое, вообще состояние, такой уровень духовный. Так вот, поэтому изгнание, конечно, ужасное. Длительное, страдательное. Но оно закончилось. И сегодня мы должны просто реализовать следующий подъем, самый последний, который перед нами есть, больше изгнаний нет. Закончилось, начинается какая-то подсветка, вы имеете в виду, то есть начинается ощущение человека, что что-то есть. Да, да. Выход из изгнания, это в том, что человек начинает ощущать, что есть что-то выше его, и ему хочется этого. А есть, представляешь, сколько людей, которые этого еще не чувствуют, и поэтому для них это изгнание. Но они даже не понимают, что они в изгнании. Выход из изгнания начинается из того, что я чувствую, что я нахожусь в клетке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok